25 июня посольство США в Москве вывесило на своем здании флаг ЛГБТ, чтобы отметить день радужного флага. Осудив американцев, глава Союза женщин России Екатерина Лахова сделала вывод, что мороженое с радужной расцветкой негативно влияет на детей. По ее мнению, производитель пропагандирует нетрадиционные ценности. Общественность отреагировала моментально. Интернет заполонили ироничные посты и видеообращения. Какие-то тетки жалуются Путину, что у нас происходит пропаганда гомосексуализма посредством рекламы мороженого, в котором часто используется радуга. Я безумно счастлив, что дожил до этого момента, что у нас в стране нет вообще никаких проблем. Никаких, кроме тех, что доставляет природное явление. Исходя из этого факта, люди стали предлагать свои поправки. Я выступаю с официальным заявлением к президенту. Я требую запретить дисперсию света как явление, потому что она вкладывает в обычный солнечный свет гомосексуальный подтекст. Раз любой свет может быть разложен на радугу, значит и любой порядочный гражданин может быть геем. Эмблема ЦИК Российской Федерации представляла собой золотой овал с семицветной радугой и стилизованной рукой, бросающей в урну бюллетень. На урне схематичное изображение карты Российской Федерации. Во многих избирательных комиссиях регионов радуга до сих пор в логотипах есть. Ни за что не смотрите на небо после дождя. В это время радуга пропагандирует нетрадиционную сексуальную ориентацию. Отвечая Лаховой, Путин всё-таки согласился, что вопрос пропаганды нетрадиционных для нас ценностей нуждается в контроле. Здесь же за каждым не уследишь, где там какую этикетку, кто придумал и так далее. Если есть основания полагать, что эта пропаганда нетрадиционна для нас ценностей, то тогда просто без вот этих общественных организаций, которые разделяют официальную позицию российской власти, в том числе изложенную на самом деле и в Конституции, то и в наших законах, подзаконных актах, которые ещё раньше были приняты. Но нужно соответствующим образом, причём только не агрессивно, вот это самое главное, не агрессивно выставить такой общественный контроль. Контроль уже по факту существует. Поправка о том, что брак – это союз мужчины и женщины, прямо указывает на неприятие нетрадиционных ценностей гражданами России. Однако запретить радугу как символ просто невозможно. В своём ответе производитель радужного мороженого Армен Бениаминов ответил, что если будет издан соответствующий акт исполнительной или законодательной властью страны, то компания подчинится. Напомним, что в Чите в 2016 году планировали провести гей-парад и митинг. Администрация города организаторам отказала.